Слёт волонтёров-лидеров, помощников, председателей и членов областного волонтёрского совета из разных уголков Брещины проводится в городе Надбугом на протяжении трёх дней. Участники летней школы собрались, чтобы укрепить знания по истории и основным направлениям деятельности Международного движения Красного Креста и получить новые. В программе мастер-классы, тренинги, различные интерактивы, написание мини-проектов и многое другое. Познакомят их немножечко с темой торговли людьми. Затем у нас будет почти целый день посвящён способам, умению и тому, как проводить фандрейзинговые мероприятия, то есть мероприятия по привлечению средств. Мы их собрали, чтобы поучить, чтобы эта школа их сблизила, чтобы они могли в дальнейшем в своей работе контактировать друг с другом и обмениваться информацией. Чем занимается Белорусское общество Красного Креста? Как стать волонтёром мирового движения? Как оказать первую помощь пострадавшему? Куда идут пожертвования? И как привлечь денежные средства для поддержания деятельности организации? Участники встречи делились друг с другом своим опытом работы, рассказывали о том, чем сегодня дышит общественное объединение. Я работаю с темой ВИЧ-инфекции, и я считаю, что это важная тема для информированного населения, потому что на данный момент очень много людей заблуждаются в том, как передаётся ВИЧ-инфекция, как не передаётся, какие есть мифы о ВИЧ-инфекции, как лечится или не лечится. Много чего от людей слышу того, что как бы не знают. Я покажу, как правильно оказывать первую помощь, наверное, проведу мастер-класс. Ещё не сказал, также я являюсь членом отряда быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях и розыску. Мне это очень интересно, мне это кажется, я несу пользу людям. Программа летней школы волонтёра разноплановая. Перечень запланированных мероприятий очень насыщенной. И этому есть одно весомое объяснение. Красный крест – это та площадка, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Сегодня центром притяжения волонтёров стал городской парк 1 мая. Здесь проходил мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим. Такие школы сплочают волонтёрский коллектив, потому что, понимаете, область большая, они работают в каждой своём городке, даже в каждой своей деревеньке. И для того, чтобы обменяться опытом, получить новые знания, иногда получить прогрессивные какие-то знания, которые нам из-за рубежа уже привозят, мы их собираем здесь, как в областном центре, для таких мероприятий, как волонтёрская школа.